добрый день мои зрители всех приветствую всех рада видеть слышать читать всем рада сегодня я вышла поговорить о быковой немного но в основном мою детях старших они уже почти взрослые они блогеры значит о них можно говорить начну я с алексея ну что алексей кухня видео он выставляет редко раз в неделю а то раз и в две недели но везде кричит на всех фронтах чтобы на него подписывались но мальчик занят своим делом мать его эксплуатирует по полной у ребенка нет своей жизни у него есть жизнь виде няньки поэтому мы видим результат что я хотела сказать про алексея я очень часто захожу в инстаграм и смотрю что там у него происходит значит не так давно как позавчера или вчера утром даже он выставил stories что у него температура что он опять заболел что он очень устал и мне это что-то напомнило ребенок болел якобы к видам него проблемы с сердцем там мигает вы там не обращать внимание это от телевизора там реклама идет и все мигает такая цвета музыка у нас переболел якобы к видам у него проблемы с сердцем но ребенок почему-то лечится валерьянкой валерьянка это еще пол беды очки протру но нам стало известно что какой-то двоюродный брат ольги кардиолог в москве и он там поставил ему диагноз ну ладно это на их совести пускай будет и ребенок заболевает по новой но это было вот или позавчера или вчера вечером не скорее всего сегодня нас 18 так это было значит вчера тоже на день рождения мамы нет он не выставлял так что сегодня в сторисах я вижу он себя снимает в спортивном зале с баскетбольным мячом как будто ничего не было но самое интересное я зашла на страничку быковой в инстаграме и я нашла 33 аккаунта лёши сам интересность этих аккаунтов он многим пишет комментарии да и не очень хорошие значит какие аккаунты вот этот там где он выставляет stories и но это как бы рабочий его аккаунт где он свою семью выставляет все истории со выставляет там у него подписчиков много так алексей называется алексей официал одним словом 15 лет вот там где он выставляет все еще и нашла гашанов тоже алексей и еще нашла один называется значит на английском собой сахабики 15 сахабики 15 тоже алексей вот где сахабики вот под этим аккаунтом даже с такой же аватаркой он ходит по youtube и пишет нелестные комментарии также он кричит со своей страничке в инстаграме в официальной то что подписывайтесь на меня он там делает скрины на свою youtube на свой канал алексей кухня он всем рекламирует что он там учит всех готовит информация пустая там не учат готовить сварить яйца может и пятилетний ребенок если ему показать все остальное я не знаю откуда я не могу понять откуда у него вот это соля молеку он вроде православный парень да то что мама загубила его жизнь уже она сделала из него в 15 лет многодетного отца брата на нем на его на его шее воспитанием яков вероника матрона немножко отошла но я понимаю алексей извините любит свою маму он старается ей помочь или мама его вгоняет стыд что ты должен я же не сделал аборт когда твой родной отец спросил я же тебя родила теперь дорогой отрабатывай я не думаю что вот такие же условия были у федора у федора не было таких условий он в кадетском учился потом он поступил свою академию не знаю учится он там выгнали не знаю женя женя была тоже как бы ограничена в таких но она помогала конечно маме но она не была замечена то ли может быть раньше не было видео с ней где она вот прям вот конкретно занимается детьми то что лёша воспитывает детей младших это сто пудов все прекрасно знают что он спит с вероникой что он везде с якова вносится это про алексея немножечко сейчас поговорю о с нашей соски да как еще соска на нас себя назвала крутой соской но в наше время соска означал измени чицей до вы их время я посмотрела на данный момент на молодежном сленге это красавица мне честно говоря не представляю соску красавицу она всех опять учила чтобы почитали она сделала маленький шорс где она скинула информацию но хотя там она другую информацию не не искала на искала конкретно эту информацию что это красавица и девочка а видела в instagram ее первую роль у них там был пробность типа пробного спектакля показывали она там играла бабку грим у нее конечно но но вы знаете я не слышала ни текста не видел ее игры потому что там были фотографии это было в инстаграме в сторисах не но бабка из нее классная это вот она попала не в бровь а в глаз вот ей с ее внешностью только бабок играть я не знаю даже какой спектакль они там ставили не знаю потому что он без звука просто как фотографии то что они там у них был прогон какой-то определенная не знаю она же учится там какие-то они там сценки уже играют со своими студентами какой спектакль но тот же она показывает опять электричку до птичьи молоко торт она пекла до миксер купила за 10 тысяч теперь можно птичьи молоко печь да она показала что она купила как она опять шла в магазин как она снимала другу из девочки оператор никакой мама ее не научила но когда она открывает рот и начинает умничать тут вообще туши свет но хоть бы мать ей подсказала и тематика то у нее вообще вот это кормящая сестра и она показывает как она ходит покупает миксер как она там якобы чего-то печет как она гуляет с собакой как она идет в институт а причем тут кормящая сестра ну вот как бы вот так я немножечко высказал свое мнение а и об этих молодых блогеров не знаю понравилось вам не понравилось но на что я обратил внимание оля наверное не может выйти из из очень веселого дня рождения второй день нет ни одного видео мы думали что она ну ладно вчера не вышло видео ездили в баню развлекались она же обещала девчонок свозить в баню до нее же там развлечения дальше идут но это вчера а сегодня где обещанное видео с дня рождения где нету я вот уже как бы за нее переживаю как бы у нее от такой эйфории дня рождения не поехала бы крыша как бы там не пришлось дурку вызывать потому что как она ржала как она веселилась и была счастлива вы знаете крыша может поехать я боюсь как бы ее родненькой мамочки не пришлось ее как бы устроить в другое место но будем надеяться что там все хорошо оля отходняка дня рождения даже если она не пьющий все равно от эйфории отходняк пошли будни и надо работать работать и работать работаю в чем заключается снимать монтировать выходить в стрим и просить деньги на этом я заканчиваю рада была с вами пообщаться надеюсь мы скоро с вами увидимся в стриме не буду загадывать но возможно в субботу поэтому всем пока пока всех люблю но скоро будет 2000 осталось чуть-чуть добить всем пока